Всем привет, я в Кинкросс Леополисе. Походу тут какая-то будет опять выставка. Поднимаемся на второй этаж и у нас... На какой надо... Так мне нужен первый этаж. ФМ-групп Остин. Зайдем еще в Остин. Мужская коллекция, только все очень-очень старое. Футболка 300 гривен. Со стороны модно. Футболка. Эта рубашка еще нечего. Похожая есть. Начинается осень, но все равно еще тепло. Батники. Красивый тоже батник. Hello, October. Платье. Вот это тоже красивое платье. Такой скучный магазинчик. Скучноватый для меня. Прикольно. Туника или платье. Какая красивая витрина. Спальня. Комод. Штучное дерево. А диван, кровать какая? Чуть ли не королевская. Нет, это не королевская. Сразу зеркало. 50% скидки. Минус 50. Интересно, тут можно снимать. Сейчас спрошу. А у вас можно снимать? Можно? Значит, разрешили, что можно снимать. Красивое все. Все в таких нежных тонах. Вот в одном магазине разрешается, а в другом не разрешается. На кухне. Декоративная седвечка. Ловая. Подсвечник. Старые рамочки. А это на бижутерию. На кольца. Подушки классные. 519. Вон, бирюзовый сервис. Это, наверное, на украшение. Красивый у вас магазин. Так, парфюмерия. Здесь парфюмерия очень дорогая. Но здесь все фирменное. Все мировые марки. Духов. Карапузики. Для детей все. Так, зайдем в ОДЖИ. Классные сумки. Шнурок. Это резина? Гляжная. О, я нашел гироборды. 15 тысяч. Самый дорогой. 10, 10, 9 и 9. Это витрина магазина МОЁ. Вот этот такой большой. 13. 15. Я на втором этаже. Планета кино. Ну, а Макс и каток классный. Только я не умею кататься на коньках. А вообще-то я и не знаю. Или я умею, или не умею. Так, нужно что-то перекусить. Пицца. Хинкальня. Вареники. Сушня. Вот и я. Всем привет. Вкусняшки, сладости. Леденцы. Яйца. Малица. Синяя малина. Червяки. Кому ботекс нужен? Вареники. Вся пицца по 69 гривен. Брестсери номер 1. Остановка для мамочек. И дерево. Здесь, если кто потеряется, в Ашане сразу все назначают встречу здесь, около Старого Дуба. Игрушечный. Игрушечный магазин. Уже игрушки-секреты домашних животных вышли. Офигеть. Это же пёс. А, этот пёсик тут. Они ничего не делают. Просто. Просто игрушки, да? Угу. Вот так этот зайчик. Собака. Тут маленькие остались. Дюк. Тут маленькие остались. Это дюк. Да, какие глазки красивые. Ну, смотри, эти игрушки. А сразу в руках чувствуется, что это качественные игрушки. Смотри, какая игрушка. Ну, это кошка толстая. Класс. Вообще классный. А Макс, там не можно? Можно. Да. А маленькие дешевее просто, да? Тут посмотри, Мама. Какие классные. Боже, какие глаза. Ой, дюк, Мам, дюк. Черепаха. Лиза, ну, слушай меня. Я что, миллионер тебе? Нет, я возьму Макс, пожалуйста. Макс, самый лучший здесь. Правда, Мама? Боже, я бы сам выиграл с такими игрушками. Тут еще есть сидячие Макс, тут есть сидячие. Ну, они ничего не гавкают, не прыгают. Нет, плюшевые такие. Это шизофрения плюшевая. Я уже не знаю, куда их девать. А у нас два мешка тоже. Мам, я хочу Макса. У нас тоже два мешка. Мама Макса, Макса. Выкинутые деньги. Ой, классная лягушка. А, лягушка классная, с такими длинными лапками. Этот грузчик очень клевый. Ты уже смотрела? Да, очень клевый. В кинотеатре или дома? В кинотеатре, я не знаю, вот в кинотеатре. Такие классные глазки сделаны. Камера не передает, но такое впечатление, что как будто 3D. Эти глаза смотрят на тебя из любого ракурса. Ой, какая сова красивая. И чего у меня в игрушки занесло? Вспомнить детство. Боже, у нас таких машин не было. У нас были такие железные. Простые такие, кто помнит на этих, на педальках. А тут уже вот такие современные. Ой, этот как его, ровер-клюзер. Кроузер, или как он правильно называется. Пироженки. Макароны. Свинка, Пепа. Пепа. Кто Джордж? А, да, Пепа. Вот Пепа. Свинка, Пепа. А, это Джордж, а это свинка Пепа, да? А это кто? Папа, свинка. Нет, это Джордж большой. Я не знаю. Боже, сколько здесь пазлов. Я когда-то любил их. Они когда появились, я себе сразу покупал и собирал. Вообще красота. Ой, Прованс. Прованс. Сколько они стоят? Почти 200. Замки. А, это маленькие. Все равно красивые. Так, а это уже фильмы, мультфильмы. Ой, Иисус, Рио. Статуя Иисуса. Это Рио-де-Жанейро. Так. Эйфелевская башня и так далее и тому подобное. Все красивое. Все красивое. Вообще абсолютно все красивое. Так. Это... О, это Сан-Франциско. Сан-Франциско. Биг Эбл. Да, мы с собачкой. Вот уже и сумочка, и собачка уже готовы. Я, честно, отсюда выйти не могу. Красивый магазин. Только здесь взрослых больше, чем детей. Все, выходим. Вот эти мне понравились красные. На витрине. Я зашел посмотреть. Тысяча гривен. Мне понравились. Прикольно. Ладно, подумаем. Так, мерю такие штаны, только ничего не видно. Классные вот эти штаны. Внизу с резинками. Вот эти классные. Внизу с тормозами. Да. Только немножко, может, на размер больше нужно. Вот как эти похожи. Но эти мел очень нравятся. Темнее. Майка. Юся. Так, это был магазин Group Town. Так, вот эти штаны я мерил. Малиновые кроссовки. Это что, пижама? Майка. Стена. Кто не видел стена, посмотрите на стену. Белоснежка. Освещает. Освещает. Тайд. Тайд. Белоснежка. Тайд. Ну вот. Кинь. Тайд. 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 Продолжение следует... 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 Не знаю, или взять потерянный океан. Нет, берем сад. Заколдованный лес. Еще есть заколдованный лес. Тоже, в принципе, интересная, но... Мифология. Нет, это точно нет. Берем волшебный сад. Стивен Кинг. Так, Ловец снова смотрел фильм. Смотрел фильм Кунджо. Кстати, нужно посмотреть фильм. Так, Стивен Кинг. Талисман. О, Молчание ягнят. Бестселлеры. Книжный ярмарок. Это какие-то ужасы. Хоббит. Так, это уже прикладная литература. Вредные советы для взрослых. Ликбест для будущего папы. Хе-хе-хе. Понятно. Так, а это что? Дневник. Ага. Классная книжка. Уже, я когда был маленький, я ходил в книжный магазин у нас был в городе. Меня все продавцы знали в книжном магазине. Настолько любил книжки. Еще что-то нашел. Лабиринты. Что это за книга? Понятно. Это книжка-головоломка. Ребусы и разгадки музея. Вот здесь есть. Так, нужно найти предметы, которые спрятаны. И выполнить задания. Список покупок. Тайные предметы. Потерянные предметы. Ага, класс. И на последней страничке подсказки. Интересная книжка. Сам бы еще выиграл. Мусорный бак. Мусорный бак. Мусорный бак. Как раз для пустых бутылок. Все отдельно. Щетка для лица. Щетка для лица. Так она твердая. Это посуду мыть, наверное. Подсолнухи, мои любимые. Это декоративные наклейки для оформления интерьера. На кухню или в комнату. Вот в спальню. Вот это все отклеивается и оно же само наклеивается. Вот такие большие листы. Кораблик, например, в ванну. Париж. Красивый тоже Париж. Мне нравится. Ой, Париж вообще на кухне. И фрукты. Кораблики уже повторяются. Спальню красивую. Мои подсолнухи любимые. Вообще шикарные. А тут еще одна вот такая. Так, подушечки. Знаки зодиака. Так. Вот это классная тоже. Вот тут что, гречка. Наполнитель такой. Футбольная. Love. Вот такой смайлок прикольный. Смайл. Смайл. лапа. А это под голову. На шее тоже с наполнителем массажные. Смайл. Вот такая расцветка мне нравится. Звезды. Полосочка. Тоже красивая. Звезды. И с этой стороны красивая. И с этой. Зебра. Прованс. Лаванда. Горошек. Кошка. Черная кошка. Так, дальше уже подушки немножко побольше. Ой. Это что? Наполнитель такой. А. Вата. Вата. Нет. Так. Это уже одеяло. Полотенце. А. Смотрите, как красиво лежат. Как цвета подобраны. От начала. И до конца. Сначала белые. Постельные цвета. Красные, желтые. Малина. Фиолетовые. Бирюза. Вообще шикарно. Мерчендайзер. Честно. Ничего нового, интересного я не увидел пока что в King Cross Leopolis. И в принципе даже нечего что снимать. Одно и то же всё. Все бутики похожи друг на дружку. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.